В общей сложности были отменены 36 поездов. Накануне вечером в кассах железнодорожных станций образовались огромные очереди. Люди пытались вернуть или обменять билеты. Некоторые жаловались на то, что возврат производят с удержанием сборов. Хотя, по сообщению РЖД, этого быть не должно и вернуть билет пассажиры могут в любой кассе в удобное для них время. Пассажиров, застрявших между Сочи и Туапсе, вывезли на автобусах. Для этого активизировали информационную работу. Его задача, как начальника вокзала, это сделать полное оповещение не только на железнодорожном вокзале Сочи, но и на всех остальных, со своими коллегами, чтобы люди, которые должны получить услугу перевозки, они должны знать, а, куда им ехать, б, что они там должны получить и когда им назад уехать. Полторы тысячи человек разместили в отеле «Бархатные сезоны» и обеспечили горячим питанием. Сегодня в первой половине дня было возобновлено пригородное сообщение с Туапсе. В целом, пассажирам задержанных поездов предложили три варианта действия. Если они готовы дождаться возобновления движения поездов, им будет предоставлен номер в гостинице. Второй вариант – сдать билеты, получив назад их полную стоимость. Третий вариант – улететь самолетом в Москву или Санкт-Петербург. Для этого достигнуто соглашение с компанией «Аэрофлот». Все возвраты проездных документов производятся бесплатно в кассах на вокзале компании «Российские железные дороги». Эта работа также организована. Касса полностью открыта, персонал проинструктирован. Пассажиры могут вернуть проездные документы без дополнительных комиссионных сборов и воспользоваться альтернативным транспортом. Тем временем в Лазаревском районе удалось восстановить автомобильное сообщение с трех и пяти горных аулов. Продолжаются работы на дорогах, ведущих в аулы Хаджико и Наджиго. В районе практически полностью восстановлено водоснабжение. Проблема остается только в Нижней Хобзе. Специалисты мэрии во всех районах, кроме Центрального, продолжают подворовые обходы для оценки ущерба.